Всем привет! Сегодня у нас тема велосипеды. Велосипедные дорожки и вообще все вокруг велосипедов. Покатаемся с вами по велосипедным дорожкам рядышком с нашим домом и расскажу вам, как тут кататься на велосипедах, вообще насколько это комфортно, интересно и вообще возможно ли. Я обожаю кататься на велосипедах и если спросить у меня, хорошо ли здесь кататься, то я вам скажу, да, очень классно и очень интересно. Конечно же, в первую очередь это связано с нашим местом, где мы сейчас живем, потому что это окраина города, рядом с парками и с обалденными трейлами и поэтому кататься на велосипедах здесь, конечно же, очень классно. Такие обалденные велосипедные дорожки есть далеко не везде. Есть места, конечно же, совсем без них и я не могу сказать, что велосипедными дорожками покрыто абсолютно все, но Denver Metro Area входит в десятку лучших городов для велосипедов, как они здесь называют, bike-friendly города, то есть дружелюбные для велосипедов. Наверное, стоит рассказать про рейтинг самых дружелюбных городов вообще в США. На первом месте Нью-Йорк. Вот так вот удивительно, наверное, а может быть и нет, хотя я очень много видел видео про Нью-Йорк и про то, как там все госуют на велосипедах. В общем, Нью-Йорк на первом месте по дружелюбности к велосипедам. На втором месте город Портланд в Орегоне. На третьем месте город Туссон в Аризоне. На четвертом Сиэтл в Вашингтон. На пятое место почему-то разместили Торонто. Хоть это и Канада, вовсе не США, но почему-то его сюда добавили. Ну окей, пускай будет Торонто. Там тоже люди живут и тоже имеют право ездить на велосипедах. На шестом месте Остин, Техас. На седьмом месте Денвер, Колорадо. На восьмом Сан-Франциско, Калифорния. На девятом Филадельфия, Пенсильвания. На десятом Чикаго, Иллинойс. Эту дорожку я очень люблю. Можно было поехать направо. Я даже не знаю, может я когда-нибудь вам еще покажу. А может уже и не покажу. Но вы можете посмотреть эту дорожку, которую направо. Я обычно здесь гуляю с собачкой. И у меня есть в самом начале, когда я начинал только свой канал, разнообразные видео, где я гулял с собачкой. Я как раз гулял именно по этим самым дорожкам. Вот, а теперь я по ним еще и катаюсь. Дорожки, конечно, очень классные. Тут классно и пешком походить, и на велике погулять. В общем, такие дорожки называются Multi-Use Trail. То есть, трейлы, которые могут использоваться как для пешеходов, так и для велосипедистов. Интересно узнать, какие самые худшие города для велосипедистов. В общем, на первом месте Бостон, на втором месте Лас-Вегас, на третьем месте Тампа. Ну, интересно, что дальше трех почему-то считать не стали, не знаю. Видимо, они там совсем плохие, а все остальные города, наверное, более-менее все-таки. В общем, Колорадо не только док-френдли штат, но еще и байк-френдли. Если вы не видели видео про Колорадо док-френдли штат, обязательно посмотрите. Я оставлю ссылочку в описании. Ну, а сегодня мы с вами, как вы видите, катаемся, и нету барьеров, нету бордюров. Да, вот я еду-еду, и целая куча маленьких заездов во дворики, местные какие-то перекрестки. И эти все перекрестки сделаны так, что вам с велосипеда слезать не надо, колеса ломать не надо. В общем, все сделано так, чтобы вы бесшовно, аккуратненько, тихонечко пересекали дорогу, без барьеров, без бордюров, не прыгая, не скачая, не слезая. В общем, едете, едете себе, едете. В общем, красота, конечно. В общем-то, я специально поехал этим маршрутом, для того, чтобы вам показать именно вот эти съезды и заезды. Можно было поехать вот там дорожкой, которая направо ушла. Там виды более красивые, там более красивые зигзаги. Мне там больше нравится, если честно, но там нету перекрестков, которые вам показать. Поэтому я решил поехать с этой стороны. А вообще, мы с вами направляемся, знаете куда? Мы с вами направляемся к хайваю US-36. Это хайвей, который соединяет между собой Болдер и Денвер. Это основная автомагистраль, по которой, в общем-то, все между этими городами и ездят. Но что самое интересное и что самое классное здесь, что есть у этой автомагистрали дублер велотрасса, байк трейл или байк пасс, в общем, как хотите это называйте. И мы едем туда для того, чтобы посмотреть, как выглядит эта трасса и показать вам знаки. Да, там даже есть знаки. Здесь, между прочим, для велосипедистов есть отдельное законодательство, свои правила. Такие аналогичные правила, как для автомобилистов. Конечно, вам получать права не надо. Для того, чтобы ездить на велосипеде, вы можете просто садиться и ехать. Но соблюдать эти правила надо, изучить их надо, потому что, чтобы не вляпаться в целом в историю. И у велосипедистов есть даже дорожные знаки на велодорожках. И вот сейчас мы туда вот с вами и поедем и посмотрим пример таких знаков. Очень классно, что на велосипедах здесь можно ездить вот по таким вот мульти-юз трейлам. Можно ехать по специальным вообще выделенным байк пассам, куда могут заезжать исключительно только велосипедисты. Они обозначены соответствующими знаками и туда пешеходам ходить, например, нельзя. Либо есть выделенные полосы у края дороги. В общем-то, как и везде во всех странах мира, где разрешается ехать велосипедом. Если нету ни вот такого вот трейла специального для велосипеда, если нету выделенной дорожки, то разрешается ехать по обочине. А если и обочины нету, ну тогда по краю проезжей части. В общем-то, как и везде. Ну и, конечно же, что мне больше всего нравится в велодорожках в этой части, по крайней мере, Колорадо. Вот Болдер Эрией вокруг. В самом Денвере там, так как город потеснее и поплотнее, уже не так все интересно. Но вот чуть-чуть в сторону от Денвера здесь трейлы проходят через парковые зоны, через какие-то открытые площадки. В общем, это не просто дорожка, которая идет вдоль дороги и дублирует дорогу. А вот она проходит через такие вот зеленые отрезки, через зеленые полосы. И это на самом деле очень классно. Вы, когда катаетесь на велосипеде, не дышите автомобильными газами. В общем, у вас свежий воздух, деревья, кусты, зеленая травка. Вы едете, наслаждаетесь природой. В общем, для вас велосипед получается не просто как средство передвижения, а еще и как занятие спортом и отдых, и вообще все в одном. К сожалению, очень плохо видно, но вот там впереди желтый знак, обозначающий, что впереди перекресток. А вот тут вот еще один знак, и про него я поподробнее расскажу. Это знак, который говорит, что это Bikeway. Тут катаются только на велосипедах, и пешеходам сюда ездить не стоит. Направо Денвер, налево Болдер. И вот так вот выглядит табличка с указанием, где мы находимся, и расстояниями, докуда вам можно доехать с помощью этого трейла. Ну и как видно, до Денвера 19 миль. Это Denver Union Station, это центр. Вот все остальные места, значимые перекрестки, помечены, где мы находимся. Это Interlaken East Park. Кстати, видео про него у меня есть на канале. И дальше показываются основные перекрестки и как доехать до Болдера. Но это не все. Обратите внимание на маленькие кружочки справа. Видите, это автобусные остановки и туалеты. То есть вам показывают, где этот байк-трейл пересекается с автобусными остановками. Где есть туалеты, если вы ехали, устали и хотите сходить в туалет. В общем, все помечено, все для удобства. И это, конечно же, очень-очень классно. Ну и, конечно же, помечены слева это города, через которые вы проезжаете, и где на каких улицах, соответственно, и там есть перекрестки. А вот про автобусы я отдельно хотел вам рассказать, что у всех автобусов можно прикреплять велосипеды впереди. Практически у всех. Очень-очень мало здесь таких автобусов, у которых нету вот таких вот специальных крепежей. Вы когда приезжаете на автобусную остановку, вы вот так вот устанавливаете свой велосипед, говорите водителю автобуса, что «Эй, у меня тут велосипед, подождите, мне надо установить». Все сидят, смирно ждут, пока вы крепите свой велосипед. Никто не бурчит, не шипит, не брыкается. В общем, закрепили велосипед и поехали. Вот я, например, нашел карту, где показано, по каким хайвеям можно покататься на велосипеде через всю Америку. Это основные трассы, с помощью которых можно проехать всю Америку с запада на восток. В общем, вот так вот даже они выглядят. Если очень интересно, можете погуглить более детально. Короче говоря, вы на велосипеде, можете из Нью-Йорка доехать в Калифорнию. Достаточно комфортно. Ну, короче, вот так вот выглядит этот трейл, который идет вдоль US-36. Конечно же, он не всегда идет вдоль автомобильных трасс. Он где-то сворачивает, где-то он идет кустами, где-то он идет через части города. Но самый главный, самый кайф, что вы можете с помощью этого трейла перемещаться не только внутри города, но и между городами. А мы с вами, между тем, подъедем сейчас к местному IT-парку, который находится в городе Интерлокен. И посмотрим, насколько комфортно ездить на работу, например, работникам IT-сферы. Вот они живут в городе Брунфилде и хотят ездить на работу, например, не на машине, а на велосипеде. И вот ровненько по этой вот дорожке, заезжая на нее с разных сторон, они могут приехать на работу. Вон, видите, там уже виднеются бизнес-центры. Сейчас мы к ним и подъедем. А пока мы с вами туда едем, я хочу рассказать вам немножечко дурацких законов, связанных с велосипедами. Например, здесь есть такой закон, что на велосипеде запрещено въезжать в бассейн. Вот так вот. Я не знаю, конечно, кто это делает и зачем, и откуда возник этот закон, но закон такой есть. На велосипеде в бассейн заезжать нельзя. А еще есть очень странный закон, который гласит так, что мороженое в заднем кармане штанов нельзя возить. В общем, нельзя возить не только на велосипеде, но еще и на лошади. Короче говоря, как ни крути, если вы хотите носить мороженое в заднем кармане штанов, то только пешком. Но никак, ни на велосипеде и ни на лошади. А вообще, скажите, вам интересно, чтобы я собрал подборку дурацких законов Колорадо? Ну или можно и не только Колорадо, а вообще всей Америки? В общем, пишите в комментариях, если вам интересно, тогда я сделаю такое видео про всякие нелепые, смешные и дурацкие законы. А вообще, если говорить о велосипедных законах, да, или о законах и правилах дорожного движения на велосипедах, то здесь так жестко, как за автомобилями, не следят. В общем, если вы будете кататься на велосипеде, то вероятность нарваться на какой-нибудь штраф, чтобы вы нарушили закон на велосипеде, она, в общем-то, близка практически к нулю. Единственный нюанс, что если вы попадете в какой-нибудь ДТП и пострадают люди, либо чье-то имущество, ну тогда, конечно, уже будут разбираться, кто нарушил правила, вы или кто-то другой участник дорожного движения. И тогда, конечно же, вам может перепасть на орехи очень солидно. А вообще, если никаких ЧП не случается, то обычно велосипедистов здесь никто не трогает. А вот тут вот проезжая, я решил сделать остановку, потому что мне очень понравился этот прудик, очень такой симпатичный, аккуратненький. Вот там вот целая одна машина стоит возле бизнес-центра вечером. Но я вам хочу сказать, что, наверное, и днем там стоит не больше автомобилей, пока еще в офисы никто не вернулся. А вообще здесь очень классно, вот выйти из офиса погулять, вон там, видите, столик со скамеечками, посидеть, можно перекусить, вообще просто понаслаждаться. Короче говоря, если вы сотрудник в январе вот в этом лот-офисе, то я думаю, что тут и погулять, и походить, и на обед вообще кайф, и на велосипеде покататься вокруг, да и вообще на работу, оказывается, на велосипеде приехать можно вот прям сюда сразу. И как вы видите, вот там еще справа еще место для отдыха было, и вот мы сейчас подъедем к следующему центру. Я почему-то тут не остановился, что-то мимо проехал, не сразу сообразил, что надо было, наверное, остановиться и показать, как выглядят эти площадочки. Но подъезжая к следующему центру, я решил остановиться и показать, как выглядит площадочка там. И вот, кстати, это первый раз я столкнулся с тем, что вроде бы я тут с дорожки съехал, а для того, чтобы заехать обратно, мне пришлось вернуть, потому что прямо там не было такого заезда, очень аккуратненького, мягенького. Не знаю почему, очень прикольно, неожиданно было для меня. А вот очередная площадочка, видите, здесь столбы стоят. Обычно между этими столбами натягивают специальную брезентовую ткань такую, в общем, мини-крыши тень делают. И вот там в центре это фаерплейс или огонь. В общем, можно посидеть, тоже отдохнуть, покушать, побалдеть, погреться у огня, посидеть в тенечке. В общем, выйти на обед и порасслабляться, тут, конечно, кайф. Жалко, что этим сейчас никто не пользуется из-за коронавируса. Все из этих офисов выехали и никто в них не возвращается. Ну и в качестве бонуса я вам хочу показать вот, как выглядят трейлы в городе Болдер и рядышком с ним. Это вот сам город. Видео не мое, это не я летал, не я снимал. Я нашел это видео в свободном доступе в интернете. А вообще, если вы хотите, вы можете поискать вот этого вот дядьку, видите, едет на велосипеде. Он болдеровский велосипедист, очень активный, ему очень нравится рассказывать и снимать свои приключения на велосипеде. Поэтому вы можете погуглить что-нибудь типа «болдербайк паст трейл» и так далее в ютубе, вы обязательно на него нарветесь. Он очень-очень много рассказывает и показывает, где он на велосипеде катается, по горным дорогам, по паркам. В общем, как вы видите, на велосипеде можно кататься не только вдоль дорог, а вот так вот среди полей, среди гор. Естественно, вдоль хайвея. В общем, конечно, на велосипеде здесь кататься это огромнейшее раздолье. Ну, а мы обязательно когда-нибудь возьмем с собой велосипеды в горы и снимем вам и покажем еще горные дорожки и специальные трейлы вдоль каньонов. В общем, всю эту красоту обязательно заснимем, обязательно покажем трейлы в природных парках, в горах и много-много где еще будем брать с собой велосипеды, кататься и снимать. Так что это не последнее видео про велосипеды в Колорадо. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok